продолжим можем перенести на завтра например так что было удобно на завтра завтра если только вечер часов на 6 на 7 вечера у меня завтра весь день заполнит или сейчас можем сейчас давайте если связь не будет отваливаться вам удобно давайте сейчас нормально ну сейчас по идее в общем сложно сформулировать до сегодняшнего утра я был очень плохом состоянии не было энергии связано это с тем что я сейчас не знаю как мне зарабатывать деньги и мне одиноко походу с этими вещами утром я не знаю что случилось короче у меня сегодня нормальная энергия целый день но я подозреваю это как бы ну может быть ненадолго и опять потухну поэтому надо все-таки разобрать и исправить вот как конкретно сформулировать что-то я пока не понимаю может какие-то вопросы мне наведете что больше всего сейчас тревожит я не знаю как зарабатывать или тревожит одиночество что больше сейчас тревожит про деньги ну давайте про них и начнем что деньги это энергоресурсные вещи они занимают очень много энергии я не знаю как зарабатывать это правда потому что не вы не я мы не знаем сейчас на самом деле ответа но ваше сердце знает все но не правда да не правда я не знаю как зарабатывать я знаю как зарабатывать дайте мне три доказательства что вы знаете как зарабатывать доказательства для факта того что я зарабатывал в прошлом правильно на генерировали деньги до этого у вас как-то получалось и генерировать раньше конечно значит три способа которых я знаю как зарабатывать это оказывать услуги по маркетингу это заниматься арбитражом трафика и работать на работе какой из способов самый для вас на сегодняшний день экологичный где ваши деньги вводятся скажем так не не понял вопрос как раньше вы генерировали вот чем чем сколько стоит ваша единица времени работы и за что вы получали деньги за что вам люди платили деньги платили мне за заявки платили мне просто за объем сделанной работы и платили ставку месяца получается за часы отработаны но где-то не было привязки к часам мы просто вот таком сейчас нет возможности и генерировать что произошло год назад я ушел с работы и зарабатывал сам то есть ушло как бы нет места работы его нужно искать заново это насчет первого варианта арбитраж трафика это во первых не экологичное занятие и источник трафика с которым я работал закрыл мне доступ туда у меня исчез этот источник и чтобы возобновить круче не хочу чем заниматься дальше вот а предоставлять услуги никуда не исчезло по сути могу это дальше делать но мне не особо понравилось работать с украинским рынком в общем с клиентами нашими ну то есть я всегда до этого работал на заграницу там штаты европа и так дальше заказчики были а и работодатели а потом начать работать с украинским рынком в общем это не тот уровень а почему вы отказались от международного рынка что произошло почему произошел почему вы вышли на украинский рынок международным рынком я работал на работах то есть я их сам не добывал по сути вернее ну не так один работодатель был украинский один израильский клиенты в одном на одной работе там я продажами занимался как бы сам доставал этих клиентов там из-за границы а на второй работе они были готовы и как бы клиенты и нужно было просто делать маркетинг продажами снова заниматься хочу специально из них ушел маркетинг а самому себе найти клиентов на маркетинг там штатах например или в европе круче сложная задача я за нее даже толком не брался чтобы в идеале чем бы вы в идеале сейчас занимались от чего душа поет какая работа вам действительно приносит счастье от чего душа поют это самый сложный вопрос от чего вы кайфовали вот у меня душа пела и на всех работах в определенные моменты времени и в маркетинге пела там первые полгода потом перестала она перестала не из-за маркетинга из-за самих условий той компании я имею ввиду не бытовых условий а условий как бы то чем занималась компания какие услуги предоставляла продажи особо не пела но там я был как руководителем у меня была команда я был тут менеджером и там партнером в той компании мне нравилось заниматься стратегией развитием компании там вот такими вещами заниматься вот странная ситуация то есть я был на высоких там занимался прикольной работой потом я как-то решил я теперь могу сам пошел сам особо ничего не сделал но и не достиг и сейчас такая вот яма типа заново идти куда-то устраиваться вот один вариант самому дальше продолжать ковыряться деньги заканчиваются нет подушкой страшно короче дальше самому ковырять вот идеальный вариант куда бы вы пошли если бы сейчас был бы идеальный вариант вы снова вернулись на работу ну вот этот вопрос я жую уже месяц идеальный вариант это не совсем на работу это в партнерство с кем-то кто у кого есть вот у меня в чем проблема в бизнесе или нету цели я ничего не хочу кроме денег ну а заниматься этом хочу очень музыкой которые днями пока не связаны для меня как мне нужен партнер который знает прям что он хочет какой бизнес делаем а я под это все там закрывают то что могут делать я маркетинг там продажи частично на систему настраиваю там команду на нематери вот такие вещи это и промыть вам хорошо быть второй скрипкой тестировал до проверил мне вот на каждой работе так получалось я прихожу меня быстро там замечает фаундер компании или руководитель и я под ним очень быстро расту реально быстро там в три раза за полгода например ну вот так и так получалось у меня всегда то есть три раза но два прям очень сильно и там первый раз это было перевода там поменьше потом я пошел делать сам самому капец тяжело то есть я сам не вижу куда зачем почему мне легче когда кто-то знает зачем почему заметьте то есть главное себе самое главное честно признаться в некоторых вопросах то есть сейчас вот для себя заметьте что вам легче и быстрее расти будучи второй скрипкой то есть для себя очень четко здесь нету ничего зазорного и здесь нет ничего плохого когда мы признаем и говорим правду сами себе начинается весь процесс пока мы врём сами себе мы стоим на месте то есть правда состоит в том что алексею легче быть второй скрипкой то есть отметили для себя четко отметим алексею легче когда есть кто-то будет запись алексе легче для себя четко очерченную задача которая ему спускается выше то есть алексей не может задачи сам себе формировать у него еще нету в его навыках четко очерченных задач которые он мог спустить самому себе то есть алексею еще тяжело быть начальнику самому то есть алексей привык ну как бы идти за кем-то кто организует то дисциплинирует и в этом нет ничего плохого и в этом нет ничего хорошего просто это факт это есть и и есть она сегодня вот такое какое она есть то есть алексей сможет прокачать эти качества быть первым если захочет если ему это надо будет но сейчас ему важно это осознать и понять я вторая скрипка мне легче всего когда мне спускают задачу и уже такой человек есть если нам приходят мысли значит уже есть для этого и условия для того чтобы такой человек появился теперь составляем это называется аватар аватар партнера с кем вам легче работать мужчина и женщина я только с мужчинами работаю мне пишите мой аватар мой аватар моего партнера это очень важно тоже понять мой аватар первой скрипке условно так мы называем мой аватар первой скрипке мужчина сколько ему лет мне сейчас из опыта назвать или как я хочу в идеале да из опыта и как я хочу в идеале с кем вам легче тем кто старше вас или тем кто младше вас старше всегда там было 10 плюс лет разница пишите чтобы понять куда вселенная нас ведет очень важно понять откуда она нас вывела то есть если вам показались люди старше вас вот это ваш аватар это ваше уточнение ну то есть раньше как бы и мне было там до 30 а сейчас если я вырос и там разница будет уже 5 лет ну то есть мы оба уже будем достаточно взрослые как бы это уже ок или мне все равно искать на 10 лет старше нет мы просто пишем старше ну то есть мы фокусируем внимание старше потому что старше может и год быть и два года и три и пять и десять то есть это мужчина старше то есть мы фокусируем внимание старше опытнее он руководитель то есть у него прокаченные лидерские качества это семьянин ну да в обоих случаях были это семьянин потому что у семьянина больше ценностей он больше ценит жизнь он больше ценит работу это семьянин ну это киевляне да скорее всего не у меня были ну я вообще рус родом из Лусска там были руководители а последний вообще в Израиле был в Тель-Авиве хорошо с евреями легко работать лучший руководитель который у меня был идеаль они очень организованные согласна я тоже сколько работал с евреями мне всегда нравилось с ними работать они вот особенно если они семьянины у них ценности на семью и ценности на организованность пишите пока сейчас идеал еврей вы два раза повторили что вам легче работать с зарубежными партнерами пишите зарубеж для вас он больше как отец ну такой вот с отцовским сердцем с пониманием или же это вам нужен такой вот кто подзатыльники будет давать подзадники будут давать вам нужен тот кто вас будет мотивировать и сзади вас толкать или нужен тот кто будет впереди морковку ставить и двигать вас к морковке ну было и так и так и у меня и так и так получалось смесь наверное вот так а что вас больше зажигает мотивация к ну например вы ставите себе цель машину и к ней идете или мотивация когда долги и уже вот так вот ситуация и это для вас ну пока было от было и так и так но блин смотря когда когда есть цель которая меня зажигает там вот на последней работе мне интересно было разобраться я в это вникал там первый пилот да как в Диснейленде себя чувствую как ребенок в Диснейленде вот меня перло просто к запомните вот меня перло к запомните я как ребенок как Диснейленд то есть смотрите даже глаза поменялись у вас ну да то есть у вас зажигает мотивация к то есть этот аватар ну первой скрипки это человек который тоже мотивирован к то есть аватар вашей первой скрипки мотиватор к прямо так напишите мотиватор к потому что у вас должны быть сходные вибрации если он мотиватор к а у вас мотивация от у вас будет конфликт то есть мотивация от например какая-то ну жопа на работе люди хотят сбежать а начальник говорит да не переживай за эту жопу у нас вот там вот через год мы хотим сделать вот так у меня было на прошлой работе там было стресса больше конечно но вот то есть стрессоустойчивый сразу напишите аватар стрессоустойчивый потому что если первая скрипка не стрессоустойчивая это как на подводной лодке то это жах просто-напросто когда начальник не стрессоустойчивый жуть он всю команду я вот только работала сегодня с утра с мужчиной он начальник он вообще не стрессоустой он зажигается как спичка просто я говорю как твои подчиненные тебя выдерживают он зажигается с полоборота а он крупная строительная компания он говорит так у меня все в моей команде пьют я говорю так конечно у них другого выхода нет они просто должны пить иначе они от стресса умрут вот то есть мотиватор к стрессоустойчивый ну надежный верный и скорее всего это человек который работает в долгую то есть человек который заинтересован в долгую работать а когда вы работали в долгую насколько вы быстро вы, вот есть люди которые в долгую в год естьец которые в долгую в два сколько вы в долгую можете вот сколько вас зажигает долгая полгода не совсем понял в долго это над одним проектом или на одной рабочем месте или как вот отношение например отношение с девушкой отношение с девушкой это у меня отдельная тема больная то есть последние самые длинные там были полгода на работе, последние тоже в районе полгода, и потом начал восстухать. Вот заметьте, заметьте, то есть ваш цикл полгода, я не случайно это спрашиваю, почему полгода, мы с этим разберемся позже, если захотите, но сейчас очень четко нужно понимать и принимать, и говорить правду о самом себе, что полгода, потом не надо что-то делать с этими полугодами, то есть в этом перемычке уже где-то когда проходит 4 месяца, 5 месяцев, надо чем-то себя мотивировать, то есть нужно снова на следующие полгода запускать стрелу намерения, и то четко очень понимать и отработать эти полгода. Ну вот пока пишем полгода, хотя можем сделать вызов на год, ну то есть чтобы себя расширить, сделать, дать себе новый квантовый скачок, если раньше было полгода, то теперь намерение, намерение год, ну то есть расширить себя, расширить свою зону ответственности, прокачать себя, потому что бизнес это всегда в долгую, особенно если вы будете работать на себя, если когда-то захотите, то бизнес на себя это всегда в долгую, семья это всегда в долгую, я как семейный терапевт, когда люди организовывают свою семейную жизнь, я всегда говорю, осознаете ли вы, что это на долгую, это на 30, на 40, на 50 лет, в долгую, я думаю, что тут причина скорее всего из первой семьи, я думаю, что там, но мы пока это трогать не будем, мы пока сейчас здесь работаем. Итак, аватар, то есть мы составили, что это мужчина, что он старший, что он еврей, что он за рубежом живет. Итак, теперь вот этого аватара мысленно представьте, что он сидит напротив вас, то есть мы создали аватара и он сидит напротив вас. Сейчас как бы настроитесь на него, прочувствуйте его, что он где-то есть. Такой человек реально существует. Если мы даем запрос, Вселенная нам отвечает. Плохо будет, если я буду прошлого шефа вспоминать или нужен новый человек? Нет, нет, совершенно неплохо. Он свяжется, то есть он придет подобный. Он даже может по физиогномике полностью соответствовать физиогномически, потому что характер всегда нарисован на лице. Итак, пусть будет из прошлого, но мы его как бы перетягиваем. Теперь как бы настройтесь на него, прочувствуйте его. Он есть, он реально где-то существует, и он точно так же сейчас где-то ищет вас. Вы ищете его, а он точно так же ищет вас. Тот, кто нужен, нуждается во мне. Чего вы смеетесь? Что за это самое? Ну, как это нормально? Приятные подкатили эмоции, но ощущения приятные. Разрешите этим приятным эмоциям вот так расходиться. Тот, кто ищет меня, на самом деле я ищу его, и у нас созвучие, то есть он тоже где-то прописывает аватара своего работника вас. То есть вы потом его спросите, плюс-минус в эти числа. У нас сегодня сентябрь, первые числа сентября. Он тоже сейчас размышляет, то есть он запускает эту стрелу намерения, эту стрелу найти вас. Теперь, какие гипотезы, где можно его найти? Каковы гипотезы вот пока сейчас, Алексей? Где можно его найти? Какие-то журналы. Это поиск работы, там, воркуа, это может быть в соцсетях. Где он гипотетически может быть? Гипотетически, где он может быть? Ну да, могут быть размещены вакансии, но там я напрямую не попаду и поведу на HR, скорее всего. Возможно, и на него, но больше шансов на HR. Это... Первое, HR. Второе. Ну, HR, это порталы с вакансиями. Второе. Это LinkedIn. По профилям искать людей, которые компании похожи на то, что не нужно. Писать в личку им. Фейсбук, ну, вариант, я продавал, то есть через LinkedIn я продавал, через вакансии искал работу через Фейсбук, никогда не делал, но возможно. Можно по знакомым спрашивать, кто где работает у кого-то вакансии. Да. То есть сейчас как можно больше запустить в интернет, все гипотезы, которые есть, запустить свое объявление. Что, как, давайте, как вы себя, как аватара, предложите? Первое. Вы стрессоустойчивый человек? Да. Пишите. То есть какие качества вы дадите, как вторая скрипка? Можете прямо так и написать. Помощник, партнер, вторая скрипка. Есть опыт в этом. Тут у меня вопрос. Хороший парень, да, как бы не работа. Но вот у меня всегда так получалось, что я как бы выезжал на то, что я хороший парень, на то, что делаю, что нужно, и как бы есть результат. Я всегда искал, находил работы с нуля. Первый раз, потому что это была первая работа, а потом, потому что я менял полностью сферу деятельности. То есть я заходил прямо с самого низу, очень быстро рос. Сейчас я пытаюсь, ну уже, я рассылаю резюме, искать работу, ну там, какого-то среднего уровня, ну то есть уже не с нуля. Я прям чувствую, что сложно, то есть ну как донести свою ценность. То есть мне, ну, когда человек поработает, там, проведет время, он как бы увидит, там, заценит. А как вот так с нуля донести, чтобы, ну, я типа хороший парень, извините, на работу, это же как бы не то. Нет, нет, давайте, давай ценность. Какую ценность ты принесешь этому человеку? Вот перед тобой сейчас сидит этот парень, этот мужчина, он старше тебя. Какую, какую ценность он ищет? Вот прямо, вот он, он ищет эту ценность. Вот представь себя на его месте. Какую ценность, за какую ценность ты больше всего бы захватился? Вот ты был на таких работах. Про профессиональные навыки сейчас говорим или про личные? Нет, 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 профессиональные. Вот ты на его месте, ты работодатель. Вот ты уже был, ну, как бы ты был рядом с таким человеком. Что больше всего эти люди говорили о тебе? Что они говорили? Что они больше всего... Именно я говорил больше на предыдущей работе, шеф, то, что... Ну, я хорошо ставлю диагнозы, то есть я могу посмотреть на ситуацию, разобрать, выяснить вот эту проблему. Пиши, вот сразу же. Я могу ставить хорошо диагнозы, я могу разбираться. То есть у тебя аналитический ум. Да. То есть ты хороший аналитик. Да. Пиши, хороший аналитик. То есть аналитик – это человек, который смотрит в глубину, не поверхностно, а в глубину, в суть, в самый корень. Самый корень проблемы, да. Он находит в глубину, и он в глубине находит корень и умеет с этим корнем, ну, как это сказать, и умеет отделять, влиять. Вот. Прямо напиши это. И умеет влиять. Напиши это. Это очень важное качество. Дальше. Что еще тебе твои начальники говорили? Вот аналитический, стрессоустойчивый, умеет находить корень и влиять на него. Что еще из предыдущих работ тебе говорили о тебе? Мари, можешь написать, могу идти в длинную, полгода – это очень длительный процесс. Ну, вот я об этом сейчас думал. Я не сливаюсь, я, ну, как бы ответственный. То есть взялся и делаю. То есть даже мне может не получаться, ему его не сделать, но я, как бы, не сливаюсь. Взял и делаю. Это тоже качество очень сильное. Умею идти в долгую, не сливаюсь. Могу. Ответственность – это понятие очень относительное. Давай вот расшифруем эту ответственность. Что такое ответственность? Ты получаешь задачу и доводишь ее до какого-то логического конца. Я так понимаю ответственность, да? То есть ты получил задачу? Ну, вот как-то не на сто процентов. Это верно, ну, то, что я имею в виду. Давай поймем, где здесь сильное звенотое. Потому что ответственность понятия очень относительное. Относительно чего ответственно, относительно чего-то неответственное. Дай мне расшифрувку. Да. Ну, вот насчет того, что вы говорили. Довести до конца в основном – да. И за счет того, что я как бы обычно не берусь за то, что мне не нравится, я не хочу делать. Но бывает, как бы, пролетают все-таки, пропускают такие задачи, и тогда я их могу не довести. Поэтому, ну, в плане вот этого ответственности больше все-таки да. Но я больше имел в виду другое. Я как-то... Я всегда вписывался. Вот говорят, есть там проект. И я за него брался. И я его, может, там не до конца доводил, но я его хотя бы раскачивал и запускал. То есть, вот, это начинает жить, это появляется. Да, может, это не идеально сделать, да, не до конца дотащу, но это уже есть. Туда куда-то привлекаются еще какие-то люди, ну, кто-то их доставляет, или я их нахожу. И, короче, это оживает. Вот. Проект типа появляется. Могу проект раскачать, оживить. Ну, вот я сейчас это пишу, и немного... Вот я когда об этом думал, у меня всегда картина в голове человека, который вот предприниматель все-таки, который вот с нуля может что-то, ну, запустить. Но это не совсем про меня все-таки. То есть... Ну, это то, что я вначале сказал. Есть вот первая скрипка, в которой есть видение, что нужно сделать. Проект понимает, видит. Я его начинаю делать как бы по его видению, совместно. Ну, типа, я больше делаю, а он там, может, ресурсы потягивает. Вот. И проекты эти появляются. То есть я больше как типа администратор этого проекта, и руководитель там, ну, второй руководитель получается. Хороший. Хороший, короче. То есть у меня тут такой разрывного шаблона. С одной стороны, я это делаю и запускаю, но с другой стороны, если мне скажут, типа, вот просто сам, то я вряд ли так сделаю. Мне нужно все-таки вот в этом в паре делать. То есть у этого человека там больше не хватает времени, например, сил, энергии. Ну, скорее всего, времени чаще всего. Я это беру, запускаю, дело, оно появляется. Вот так. Пиши. Если у вас не хватает времени, разгружу ваше время, или как мы можем это написать? Не то, что разгружу время, а наоборот, как бы, ну, человека станет там двое или полтора. То есть я вот реализую какую-то типа там задачу, проект, который есть в голове, но на него не хватает. Реализую задачу, проект. Сейчас слово такое крутится. Синхронизирую процессы. В вашем проекте. Для тебя заходит слово синхронизирую? Ну, вообще, да. Ну, у меня как-то получается. Я захожу в какую-то задачу, проект. Сначала разгребаюсь, не понимаю, как это работает. Я могу быть не лучшим исполнителем в этом. Но я могу это разложить по полочкам и создать структуру, систему под это. А потом в эту систему ставить тех, кто… Вот смотри, у тебя аналитический и системный мозг. Это называется системный коучинг. Что такое коучинг? Это определенными вопросами, определенными действиями ты выстраиваешь некую систему. То есть аналитический и системный подход к вашему делу. Аналитический и системный подход или аналитический и системный действия. Нет, наверное, не подход, действия. Аналитические и системные действия. Аналитические подходы, системные действия. Да, именно действие, не подход. Действие для вашего проекта. Дальше пошли. Ну, я сейчас пока своими словами скажу, да, часть вызовов какие-то. То есть бизнесу постоянно нужны, ну, бизнес постоянно дает вызовы. То есть бизнес все время дает какие-то, ну, какие-то непредвиденные вызовы, я это называю, да, ситуации. И ты как аналитик, ты как системный человек можешь эти вызовы разложить на маленькие составные. То есть что людей пугает больше всего? Когда приходит какая-то очень большая задача, мозг плавится от решения вот этой большой задачи. В компании нужны люди, которые умеют разложить их на части. Вот это и есть системность, да, и это называется «съешь лягушку по частям». Я думаю, что у тебя, как у системного человека, есть возможность большую задачу разделить на маленькие и их систематизировать и привести к конечному какому-то результату. Теперь давай, как мы это подадим. Ну, слушай, не все в бизнесе знают «съешь лягушку по частям». Можно даже заинтриговать, то есть дать это в объявлении, чтобы человек задумался, а что такое лягушка. Если он знает, он сразу поймет, о чем разговор. Если не знает, но ты выделишься среди других участников. Ну, те, кто подают объявления, ну, обычно всегда подают очень сухо, всегда подают стандарт. То есть для того, чтобы выделиться среди других, нам нужно так подать объявления, чтобы человек, листая объявления, листая тысячи этих объявлений, мог. Что? Лягушка? Это как? И он запомнит твое объявление. То есть ты выделишься среди других, ну, среди других претендентов. Угу. Давай попробуем написать. Помогу съесть лягушку по частям. А именно лягушку? Я такого никогда не слышал. Я слышал, есть слона по частям, потому что он большой, его надо порезать. Да, 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 ты прав, да, да. Слона? Слона, 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 ты прав на стоящую процент. Слона, точно. Ну, удавили сесть на его место и подумать. Вот такая аналогия есть. Есть тот, кто притаскивает, короче, добычу в семью, в пещеру. Есть тот, кто там ее дальше разделывает и так дальше. Обычно это, типа, говорится, мужчина-женщина, но тут, ну, в каких-то энергиях так и есть, наверное. То есть, вот, мне нужно же первая скрипка придумал, притащил этот проект, а я уже там на месте его разделал, разложил, и он как бы жил и работал. Вот это прям такая аналогия четко про проект. Вот это и напиши. То есть, наша задача дать так объявление, чтобы оно было нестандартно, чтобы ты запомнился. То есть, можно так и написать. От вас, как от руководителя, добычу принести в пещеру. То есть, это будет бомба. Тебя запомнил среди всех претендентов. То есть, креативить, да креативить. То есть, от вас притащить добычу, от меня разделать. Я думаю, что это уже будет такая зацепка. Это будет такая бомба. Просто бомба. Так, давайте еще одно. Еще вот прямо просится одно качество. Есть начальник, он старше. Он притаскивает добычу, вы ее разделываете, вы ее систематизируете, анализируете. Вы делаете действия какие-то. Что еще важно в этом процессе? Что становится еще важным в этом процессе? Вот тот человек, который разделывает, у него будет какая-то своя команда людей? Или он это будет один делать? У меня всегда была команда. Давайте вот здесь поговорим. Что важно в этой команде? Ее организовать, ее систематизировать, раздать задачи. Что важно в второй скрипке с командой делать? Убрать узкое место, как меня, и сделать, чтобы эти все шестеренки крутились и хавали этого мамонта по чуть-чуть. Ну вот, каждый по своему маленькому кусочку. То есть, всегда, ну, затыки обычно, вот, на руководителя, если он на себя заваливает, люди сидят, как бы скучают, ничего не делают, просиживают штаны, а он перерабатывает за всех. А когда этого узкого места нет, этого узкого орлышка нет, оно разложено вниз, то, наоборот, все, короче, работают, а этот руководитель может, ну, смотреть, куда дальше идти, куда двигаться. То есть, что, как назовем это? Команда образования, умение делегировать на команду, умение организовывать команду, умение прокачивать навыки команды. Как это называется? Есть опыт работы с командой и, что, организации команды, делегирование команды. Как это называется, Алексей? Да, я сейчас сформулирую. Ну, это организация работы команды, да. Вот, пишите, организация работы команды. Возьму на себя организацию работы с командой. Даже это, ну, два в одном. Это и организация самой команды, ну, то есть я и подбором занимался, и наймом, и всем. И потом организация работы этой команды. Вот это все пишите. Это очень важное качество для руководителя. Имея опыт, как подобрать команду, как организовать ее, как делегировать. Есть такой вот момент у меня всегда. Это как, ну, я, ну, есть это, кто-то, Марисотель сказал, и кто-то. Чем больше я знаю, тем больше, как бы, я не знаю. Я когда вот это говорю, записываю, я сразу понимаю, насколько лучше это можно делать. И мне уже как-то некомфортно это заявлять. Это нормально, или это значит, что я не готов это делать. Вот. У меня всегда такое, как бы, сомнение. То есть, есть... Не знаю, иногда... Да-да-да, я здесь. Я здесь, все в порядке. Да, я слышу, слышу, слышу. Ну, вот я вот это делал. Ну, я, ну, вот из-за того, что я, как бы, знаю, насколько еще лучше можно делать, да? Разбираясь в этом вопросе, то, ну... То есть вот эта какая-то неуверенность получается. Что с ним делать? Все, в порядке. Связь восстановилась. Итак, что здесь? Вот где здесь несостыковка? Ну, я могу повторить, если пропало. Я вот записал. Организация команды плюс организация ее работы. Это я слышала. Я это уже как-то делал. Я это уже умею делать. Но я знаю, как можно еще лучше делать. И поэтому заявлять мне, что я это уже умею, как-то не очень комфортно. То есть неуверенно я это могу заявить. Ну, вот. Я знаю, куда еще расти. Я знаю, куда еще расти. Из-за этого вот такой вот как бы неуверенность. Что с ней делать? Хорошо. Давайте искать, что будет в данный момент комфортно. Что будет комфортно. Что написать? Что? Про этот пункт вы имеете в виду? Или типа его исключительно ставить то, что комфортно? Или этот переделать так, чтобы стало комфортно? Нет, это переделать надо. Вот здесь я настаиваю. Работа с командой – это огромный пласт. Команда намного важнее, чем клиент. Потому что если есть команда, человеческий фактор, там очень много… Ну, вот я как бизнес-тренер, когда прихожу в бизнес-структуру, вот здесь очень много плавающих элементов. Да, поэтому здесь нельзя исключать. Здесь надо написать. Команда для меня – это… Продолжите. Команда для меня – это… Команда для меня – это люди, которые вместе могут дать нужный результат. Вот, то есть команда – это те люди, которые могут дать результат. Фокусируем сейчас на этом внимание. То есть теперь я могу формировать команду, которую нацелю на ваш результат. Да. Так комфортнее? Ну да, это получается, как в продажах, более обтекаемая фраза, которая… Ну, то есть все равно остаются эти моменты, но да, она звучит легче для меня. Тогда записывайте ее сейчас. Настрою команду на результат. По факту это даже более ответственное заявление, чем первое. Ну, вы же готовы расти. А по-любому придется расти. По-любому жизнь будет давать вызовы, и вы будете расти. Вот еще у меня тогда есть такое, как это назвать, сомнение, несомнение, короче, боязнь, страх. Того, что если я приду не на начальную позицию, то я уже, типа, должен все уметь. И прям там, если что-то не умею, это все, обманщик пошел вон. Ну, это… Давайте тогда напишем, напишем, ну, мы будем честны сейчас, да. Честность – это… Честность – это наше правило, ясность. Это мое правило. Поэтому мы так и напишем, что когда встречаюсь с трудностью, умею учиться новому. Теперь давайте это как-то сорганизуем. То есть жизнь дает вызовы, но вы все знать не можете. Если вы напишите «я все знаю», но это будет обман. Даже сам начальник не все знает. То есть жизнь дает нам каждый раз вызовы, и мы постоянно чему-то учимся. И вот здесь мы должны как-то это написать. Умею учиться, или умею быстро схватывать новое. Я понял. Умею найти решение под задачу. Отлично. Умею найти решение под задачу. Нужно написать. Такая мне мысль сейчас пришла. Да, я не всезнайка, но быстро найду ответ. Ну, вот такая мысль пришла. Я не всезнайка. Я говорю ни о чем. А потом я постоял час, послушал, и мне так легко стало, я рассмеялся. Это детский сад по сравнению с тем, что делал на работе. То есть у меня есть какие-то завышенные ожидания, что все другие люди, очень крутые, какие-то супер профессионалы, умеют все супер круто делать. Но по факту, какую бы организацию ни попадал, там всегда бардак. Вот всегда. И вот у меня вот такое, как это назвать? Это детские люди. Ну да, вот как это? Несоответствие. Да, да, да. Слово там есть парадокс или что-то в таком. То есть я себе представляю, что компании должны быть суперкрутые, правильно организованные. И когда я иду на собеседование, там подаю вакансии, мне прям страшно, потому что думаю, там все такие вот прям крутые. Но по факту, потом, когда я попадаю внутрь, как бы сразу ослабляюсь, понимая, ну типа нет, тут все не так клево, как я себе думал. Но что-то у меня не уходит это ощущение. Я не могу себе позволить, типа заявить, что я прям могу прийти и сделать вам классненько, потому что вот есть как бы вот этот, ну как предубеждение или как. Как страх, ты помнишь, как в цехе учат, ну это одна из методик, это не только в цехе, как учат разменьшать страх? Говорите об этом. То есть одно дело держать корону, она говорит, я красавчик, я все умею, я такой крутой парень. А забудет себя говорить, да я не все умею, я не всезнайка. Но когда надо, ну открою гугл, открою книгу, открою, не знаю, портал и найду. Ну то есть это умение учиться, это умение искать и находить. Это умение не сдаваться, когда я чего-то не знаю. То есть когда у меня есть позиция, я чего-то не знаю, то это вызов мне. И кто-то попадает в тупик в этот момент и говорит, ну я не знаю, ну что я могу сделать, да? А кто-то говорит, я не знаю, но хочу узнать. Нет, я такого никогда не говорил. Типа я не знаю. И все. Это даже смешно. Нет, ну очень много людей в такой позиции, очень много. Я консультирую очень много бизнесменов и их помощников, и они сталкиваются с этим сопротивлением. Я не знаю, то есть сопротивление и мое сопротивление. Я не знаю, ну а что я могу сделать, но я не знаю, да? А с другой стороны, когда человек говорит, я не знаю, ну я признаю этот факт, я ясно это понимаю, что я не знаю, но могу узнать. Но могу узнать, то есть я знаю, где мне узнать. Ну один из таких сильных ресурсов это Google, или же пойти на какие-то курсы, да? Ну то есть я не знаю, но я могу узнать. Поэтому у меня и возникла эта фраза, да? Я не всезнайка, но при определенном, в определенных ситуациях, ну при определенных вызовах, ситуациях, я найду, где найти. Окей, но это объяснение больше для меня самого. Как бы в этом резюме об этом писать надо, в резюме вот достаточно умею найти решение под задачу. Ну и все. Да, это действительно решение. Окей. Ну теперь слушаем. Мы все написали пункты, есть еще один, какой-то вот сейчас мне крутится на интуитивном уровне, что еще есть какой-то один пункт, который нужно сюда вписать. Так. Мы вписали все, это такие какие-то общие вещи, более про управление. Тут вообще ни слова ни про маркетинг, ни про продажи, то, чем я занимался. Мы сейчас маркетинге занимаемся. Тогда напишите, есть опыт, есть опыт в маркетинге, в продаже. Теперь мы уже переходим к личности, да. Теперь мы переходим к личным качествам. Вернее, мы чуть-чуть там затронули, стрессоустойчивый. Теперь мы пишем, где я работал, какой есть опыт. Работал там-то и там-то, опыт в том-то и том-то, там руководил командой такой-то. Можно ценностей своих написать. Ценности, там ценю, ценю людей. Ну, вот про свои ценности тут писать. Что для меня является ценностью моей работы? Мы тоже частично уже прописали системное действие, аналитическое действие. Это говорит о том, что человек глубокий. То есть, когда я читаю, что человек системный, я понимаю, что он глубокий. Он не поверхностный. Он не по верхам хапайкой. В Украине есть такое слово, да? Он глубину мысли. Он уходит в корни, и мы тоже это написали. Он уходит в корень и влияет на него. Про ценности можно сказать. Давать качественный продукт или услугу клиентам. Это в ценности или куда это? Да, это ценность. Умение уважать клиента. Умение уважать клиента. Это очень большая ценность, особенно для украинского рынка. Это капец какая ценность. Это относиться к клиенту как к маме, да, Дашкин говорит. Если ты к клиенту относишься как к маме, ты не впаришь то, чтобы ты маме не впарил. Угу. Вот. Еще что-то. Ну, и типа уважение не использовать людей, там, сотрудников, а сотрудничать как раз с ними. То есть уважение получается. Расти. Смотри, быть заинтересованным, ну, то есть, когда мы используем, мы как бы их временно используем. А когда мы вместе растем, мы заинтересованы в их росте. Их рост – это мой рост. То есть, когда я работаю с клиентами, я заинтересована не просто содрать с них шкуру, да, а чтобы мы вместе выросли. Они помогают мне расти, а я помогаю им расти. Это и есть работа в длинную, да, это и есть быть вкладом. Это есть? Есть вопрос. Давайте. Всю жизнь я вот так делал, жил и работал. Но если я портил карму, там, последние четыре месяца, я вот этим арбитражом занимался. Там как раз я делал рекламу для тех, кто продает некачественные продукты. Я об этом знал, мне как бы это не нравилось, но я решил попробовать, потому что много денег. Мне эту карму теперь надо отрабатывать как-то. Или просто, типа сказать, больше таки не занимаюсь, все это я попробовал, мне не понравилось, это выбрасываю. Попросить у Бога прощения, у Бога, у Вселенной, как хочешь, да. Господи, прости меня, каюсь, отпускаю. И это был опыт, опыт, как не надо делать. И принимаю, что больше в этом опыте мне неинтересно. Я попробовал, понял, что мне это неинтересно. Каюсь, прощаю, отпускаю. Каюсь, прощаю, отпускаю. А кого я прощаю? Себя? Себя. В первую очередь себя. Самое сложное, это простить себя. Когда особенно осознаешь, когда совесть бьет по сознанию. Прощение. Я прощаю себя. Что такое произошло в моей жизни? Да. Карма отрабатывается, если ты не простишь. Если ты будешь чувством вины жить и себя казнить. Ну, что такое карма? Это, ну, ты себя казнишь. Как только ты себя отпускаешь, ну, понимаешь, да, это был мой опыт, да, он был не совсем положительный, но я уже теперь знаю, как не надо делать. Я прощаю и отпускаю. Вообще, все процессы начинаются с того, когда мы начинаем прощать. Простить – это понять. Простить и понять – это одно и то же. Когда мы понимаем, что нас туда повлекло, это может быть любопытство, это может быть алчность, это может быть невидение других путей, это может быть заблуждение. Ну, тут что угодно, это из-за мешательства, и заблуждения, и алчность, и страх, что денег не будет. Человек ползает в этот опыт. Потом он понимает, что нет, есть другой путь, есть другие возможности, и он просто, ну, как бы, умывает руки, уходит и прощается. И принимает решение войти в другую дверь. Так что мне не надо отрабатывать карму. Мне не надо ее отпустить. не надо ее отпустить. Отпускание происходит с прощением. Я прощаю, благословляю, отпускаю и принимаю новую реальность. А в новой реальности уже есть этот человек, этот мужчина. В новой реальности уже есть работа, уже есть, все это есть. Реальность настолько нас любит, Вселенная нас настолько любит, что она нам дает наши ответы на наши запросы. Вот теперь я чувствую все. как вы чувствуете? Мы доработали? Слушайте свое сердце, в нем все ответы. Ну, как бы, мотивацию там я получил, да. мотивация к, мотивация к. Да. Еще один вопрос, если у нас все время, я себе этот, как, на цеху я узнал про этот human design, я там ввел свои данные, увидел карту, там как раз стратегия, типа, проектория и стратегия ждать приглашения. То есть, вот когда я пытаюсь там сам активно что-то запустить, сделать, туго идет, всегда как раз так и было приглашение. Я прихожу там на работу, меня видят, меня приглашают делать проект, и вот туда все клево получается. Как это использовать вообще? То есть, ну, сейчас не нужно, мне кажется, с набор нужно активно рассылать эти резюме, там, выходить на контакты. ты рассылаешь резюме, но приглашение приходит не от тебя, а от руководителя. То есть, в данный момент ты рассеиваешь, ну, семена сеешь этих объявлений, а приглашение на собеседование, приглашение уже идет от того, кто заметит это объявление. Да, ты ждешь активно приглашение, но все равно рассылаешь, 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 рассылаешь свои и по знакомым. Тут ты занимаешь очень активную позицию. окей, окей, хорошо. Скажи, от нуля до десяти, насколько я тебе помогла? То есть, я тебя системно тоже разобрала, тут был не стратегический коучинг, а именно системный коучинг. Насколько ты получил помощь от нуля до десяти? Ну, у меня запрос был как это, переставить страдать, войти в ресурс. Ну, сейчас я себя хорошо чувствую. Отлично. Значит, ну там близко к десяти, ну вот где-то так получается. Отлично. Я просто не знаю, что будет завтра, то есть, если я завтра опять потухну, типа, что мне делать, я пока не понимаю. То есть, просто делать это по этому плану, рассылать как бы резюме, вот. Алексей, давай я тебя здесь остановлю. Ты не знаешь, что делать, это правда, уже сейчас. Скажи, я знаю, что делать. Да, я знаю, что делать. Прямо так скажи, я знаю, что делать. Я знаю, я знаю, что делать. Значит, я даю тебе домашнее задание. Возьмешь резиночку от денег, вот сюда на запястье оденешь, и каждый раз будешь себя бить и говорить, я всегда знаю, что делать. Я всегда знаю, что делать. То есть, чтобы твое подсознание перепрошилось этой мыслью. Я всегда знаю, что делать. На любую руку? На любую, неважно. Поэтому ты завтра проснешься и скажи, я завтра проснусь и буду засевать и ждать приглашения. Спасибо. Так, я всегда знаю, что делать. Завтра я проснусь, засевать. Прямо сейчас скажи, работодатель уже есть. Прямо так вот к виску подведи и скажи, работодатель ждет меня. Работодатель где-то уже есть, такой, какого я хочу и кому я нужен, и он ждет меня. Так же, как я ожидаю его, он ждет меня. То есть смотри, ты рассылаешь объявление, это приглашение ему. Когда он пригласит тебе, это приглашение тебя. То есть вы как бы в обоюдно выгодных ситуациях. Он ждет приглашение от тебя, ему нужно это объявление, чтобы зацепиться, а ты ждешь приглашение от него. Если почувствуешь, что падает завтра, звони. для меня мотивировать вообще не проблема. Окей, хорошо. В срочную работу я очень с многими людьми работаю в долгосрочной. У меня есть клиенты, с которыми я работаю уже по 7, по 8 лет. Я как семейный терапевт для очень многих семей, как вот скорая психологическая помощь. Они поругались, они уже знают, мне звонят, я приезжаю, разложила все по полочкам, системно им разложила, где они допустили эти выяснения отношений, где они допустили недоверие друг к другу и быстро помирились и пошли дальше. Также в бизнесе я приезжаю, если где-то в команде произошел раскол, то же самое выясняем, быстро разложили, стратегически выяснили и пошли дальше работать. То есть это тебе приглашение от меня к обеду, который долгосрочен. Господа, обед накрыт. Добро пожаловать. Алексей, спасибо тебе большое за честность, спасибо тебе за открытость, спасибо, что ты меня дождался. Вот. Это было не страшно, потому что очень многие думают, что психолог это что-то такое. Нет, у меня есть психолог, я уже часов 50 отработал психологом, но это что-то вот сейчас захотелось именно такое какого-то резкого, быстрого решения задачи. Отлично. Бизнесового. Хорошо. Спасибо тебе большое на этом законе. Пошла я дальше. Хорошо, вам тоже спасибо большое. Я сейчас карточку вам вышлю, вы мне отправите деньги. Если можешь, напиши пару слов отзыв для других людей. Ну, не погружаясь в личные какие-то, личные, а именно такой общий отзыв. Добро. Хорошо. Все. Спасибо большое. До встречи. До свидания. Пока. Пусть твое желание, оно будет таким ярким, горячим и магнитом, который примагнитит все то, что ты хочешь. До встречи. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok